Здравствуйте! Сегодня в программе «За студией» мы побеседуем с Владимиром Маликовым, проведем мастер-класс и послушаем новости мира искусства. Сегодня в программе «За студией» мы поговорим, нет, не с художником и не со скульптором, с тем, кто является связующим звеном, тем мостиком понимания между автором и его работами, с искусствоведом, экскурсоводом, с научным сотрудником Музея украинской живописи Владимиром Маликовым. Здравствуйте, Владимир! Зачастую именно глазами искусствоведа посетители смотрят и иногда даже оценивают работы автора. С другой стороны, восприятие искусства должно быть субъективным. Как тебе удается оставаться беспристрастным и доносить авторскую идею? Знаете, что самое интересное, когда зритель наш приходит в музей, у него есть очень такой широкий выбор познакомиться с нашей коллекцией. Это можно сделать самостоятельно, когда твоим спутником будет тишина и одиночество, и спокойствие. Можно попросить научного сотрудника, да, тогда уже мы выходим, проводим экскурсию и начинаем знакомить наших гостей с жемчужинами нашей коллекции. Ну вот, как избежать именно навязчивой такой идеи? Мы всегда говорим, ну немножечко даём теоретических знаний, рассказываем о жизни и творчестве художника, рассказываем о концепции того или иного предмета искусства. Но всегда мы, наверное, и предваряем наш рассказ и завершаем его тем, что, знаете, как часто говорят, знания отягощают. То есть знания, они всегда загоняют каждого человека в некие очень строгие рамки. Поэтому мы говорим, вот самые благодарные слушатели, самые благодарные зрители — это вы. То есть вы пришли, и то, как вы оцениваете вот нашу коллекцию, представленные работы на выставке, вы оцениваете их сердцем, вы оцениваете их собственными эмоциями. Это самое главное. Мы лишь даём небольшой такой ключ к пониманию, но стараемся быть ненаседательными. То есть мы действительно рассказываем об объективных достоинствах той или иной работы. Мы освещаем концепцию искусства, но, тем не менее, мы не пытаемся загнать нашего зрителя в определённые рамки. Насколько сейчас искусство востребовано, и чем сегодня современный зритель больше интересуется? Сложно как-то обозначить сферу интересов, поскольку люди, многие, вот для них является открытием именно наш музей. Они приходят, знакомятся с постоянной коллекцией. Все мы знаем, что это лучшие произведения Днепропетровских художников, что именно наша экспозиция даёт полнейшее представление о Днепропетровской школе живописи. Они знакомятся с новыми именами. Зачастую это наши выставочные площади на втором и третьем этаже. Поэтому сейчас, говоря об искусстве, все мы прекрасно знаем, да, что сейчас уже сложно изобрести велосипед. Все стили, направления в искусстве, они уже были однажды открыты, они были изобретены. То, что сейчас остаётся художнику, очень умело и грамотно пользоваться уже ранее найденными инструментами, создавать новый продукт уже авторский и совершенно ничего не изобретать. Что остаётся зрителю? Ну, безусловно, реагировать на поиски творческих наших художников. Поэтому сфера интересов наших зрителей очень широка. Многие приходят конкретно за определённым видом искусства, за определёнными направлениями. Мы рассказываем, что у нас есть в нашем арсенале, и тогда уже наш зритель делает выбор. Ну, и знакомиться с нашей коллекцией. Расскажи, пожалуйста, чем сегодня облатает музейка? То есть это классическая подача информации для зрителей, либо, возможно, используете какие-то новшества и современные интересные методики? Что касается новых форм знакомства, все мы знаем, что в стенах нашего музея действует зал одной картины, когда человек может прийти, самостоятельно воспользоваться аудиогидом и узнать больше о определённом художнике и о представленной работе. Поскольку все мы знаем, что наиболее многословна сама по себе жанровая картина. А если человек приходит и остаётся наедине просто с пейзажем, натюрмортом, вот, казалось бы, что может эта картина рассказать, о чём она может поверить, поскольку она, на первый взгляд, бессюжетна. Вот тогда и приходит к нам на помощь наш аудиогид, который действительно искусствоведчески, да, по кусочкам, по элементикам разбирает эту работу, и таким образом картина общается с нашим зрителем. Вот на таком вот языке. Также мы планируем запустить музейные квесты. Это будет интересно как для взрослых, так и для детей. Но это тоже одна из новых и довольно-таки очень интересных форм знакомства с экспозицией. Ну, может быть, не новых, поскольку многие музеи практикуют подобную форму знакомства. Но, тем не менее, и мы. Многие зарубежные музеи, но и попытаемся и на просторах Украины тоже не отставать и двигаться дальше, двигаться вперёд. Просто приходите к нам, посещайте нас, смотрите, что мы делаем, и тогда мнение людей будет меняться. Мы также присоединяемся к мнению Владимира Маликова и с удовольствием приглашаем в музей украинской живописи, а также благодарим кафе-галерею Ван Гог за содействие в проведении съёмок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!